Всем привет, с вами очередной выпуск вашего любимого Moscow Python подкаста. Подкаста для тех, кто любит Python. Если вы любите Moscow Python подкаст, значит, вы любите Python. Хотя, кстати, у нас были комментарии на тему того, что Python еще полюбить не успели, а Moscow Python подкаст тоже полюбили. Нам очень приятно. Спасибо большое. Итак, с вами сегодня на кухне у Григория Петрова. Григорий Петров, английст Moscow Python, The Real Company, Врун, Злата Буховская. Григорий с Moscow Python. Меня зовут Валентин Набровский, сооснователь Moscow Python, Daryl Apps и GeekFactor. И все это при поддержке курсов Ленпайтон, конференции Moscow Python Conf. Ссылочки на них в описании. Конференция Moscow Python Conf, я напоминаю, пройдет 27-28 сентября 2021 году. И как раз одним из докладчиков конференции и партнером нашей конференции является Александр Морозов, сетевососнователь компании DataFold. Точнее, партнер конференции с компанией DataFold. Ну, в общем, вы поняли мою мысль. Вот. И мы сегодня как раз поговорим о технологическом стеке компании DataFold, о том, что в ней используется. И немножко затронем тему, которую Александр более подробно развернет на конференцию. Это про переход с фаска на фаскапи. Александр, расскажи чуть-чуть про компанию. Что вы вообще делаете, чем занимаетесь, какие технологии используете для этих задач? Мы стартап. Нам немного больше года. Занимаемся мониторингом аналитических данных. Делаем платформу. По сути, компании сейчас собирают большое количество данных аналитических и пытаются извлечь из них профит. Для этого сначала эти данные надо переработать, чтобы они были пригодны для дальнейшего использования. Потом над ними работают DataScientists и строят на них модели. Мы занимаемся больше первой частью. Помогаем людям подготовить эти данные. Помогаем Data-инженерам. Дата-инженеров, честно говоря, сейчас мало. Потребность очень большая. Работа довольно муторная, потому что чистить данные. Мало ли что в базе оказалось. У вас есть ноутбук. Вперед. Почистить, смержить, сгруппировать, скомбинировать. Получается так, что компании бросают Data-инженеров на самые-самые важные проекты. И у них не получается извлечь все, что они могут из этих данных. Саша, замри. Ты нашел первый тополиный пух. Так, сейчас я его удалю. Все. Я думала до конца подкаста делать вид, что этой пушинки нет, но... Кейсик с котиком, надо знать классику. Ладно. Мы перебили Александра. Стэк. Технологический стэк. Что вы предлагаете счастливым Data-инженерам? Мы предлагаем несколько таких подпродуктов, которые плотно связаны между собой. Как оказалось, для меня, я вообще, у меня такой больше бэкграунд в области системного программирования сетей, Embedded. High five. Я делал Redmin. 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 Ремонт-администратор. Системное программирование сети. Ну, я еще работал много с Embedded, поднимал железо там всякое такое. Вот. Я к чему? Что интересно, у Data-инженеров очень особая проблема. Проблема номер один, как найти нужные данные. Ну, естественно. Потому что в базе там, ну, к примеру, 500 основных таблиц, а так вообще, ну там, 50 тысяч таблиц. Вау. Какие взять? Вот они ходят и ищут там. Наверное, вот эта таблица, ничего. Так возьмем ее. Кто за эту таблицу отвечает? Ну, мы не знаем. Давайте спросим в чате. Спросили в чате, им ответили. Ну, проблема. Данные надо сначала найти. Для этого нужен каталог. Понятно, можно это в вики набросать, но это никак не масштабируется. Нужен специальный интерфейс для этого. Чтобы все было видно, чтобы были теги, были описания. Ну, эта штука довольно простая. По сути, крут. Взять, положить, добавить документацию, ничего особенного. Есть вещи интереснее. Одна из передовых штук, которую мы делаем, это lineage. То есть, анализируя SQL-запросы, которые мы получаем из базы, статическим анализом, просто парсим, резолвим все таблицы и смотрим потоки данных, как они идут в data warehouse. Мы строим зависимости по данным. То есть, это не обычная там реляционная схема, как таблицы между собой соотносятся, а именно потоки данных, как они идут. Это штука крайне важная, потому что можно посмотреть, как таблица получилась, можно посмотреть, какие таблицы в даунстриме. И можно понять, что если я меняю вычисление этой таблицы, как оно повлияет на все остальное. Небольшой автопик, прости, что перебиваю, вот это мне до жути напоминает современную ситуацию с микросервисами. Сейчас, когда у компании много микросервисов, несколько тысяч, они смотрят в код, и они уже по коду не понимают весь богатый внутренний мир этой стай микросервисов и как они вообще друг с другом общаются. Ну, это уже по интерфейсу definition languages невозможно осознать. И что делают разработчики? Они делают системы, которые для них визуализируют работу их стаи микросервисов, как те общаются, чтобы этим можно было хоть как-то взаимодействовать. И вот то, что ты рассказываешь про данные, про data engineering, это прям вот аналогия-аналогия. То есть, когда данных становится много, табличек становится много, структура становится сложной, ты уже не можешь просто посмотреть в схему и сказать, как оно работает. Но схема на 50 тысяч таблиц, она реально большая. И вот такие тулзы я даже не знал об их существовании. Это прям очень круто. Да, есть очень заметные, интересные параллели между программированием и между data analytics. Я бы так сказал, что сейчас data analytics в том месте, где программирование было лет 15 назад по тулингу. Потому что, ну, я не знаю, у нас на Unix и всем таком с начала времен был дифф, можно было бы посмотреть разницу между двумя файлами. У data analytics такого тула нету, не было. Мы его сделали и с ним вышли на рынок. Прошли через акселератор, получили первого клиента, крупного, единорога, и дальше пошли. По-моему, Y-комбинатор вы, да, проходили? Y-комбинатор проходил? Да, Y-комбинатор. Для тех, кто не знает, в общем-то, первый и самый известный супертоповый акселератор. И еще один автопик, который я выступал как раз на Highload месяц назад. Я показывал скриншот технологических стеков топ-стартапов с Y-комбинатора. Причем это ничего специально как бы не фотошопил, не подыгрывал. Просто зашел на список, отсортировал. Это нормально, потому что, по сути, когда начинаешь стартап, то есть инновационные поинты, которые нужно израсходовать. Их не очень много. То есть тут надо выбирать, что мы делаем. Мы изучаем там, не знаю, Rust или Эликсир или еще какой-нибудь модный стек. Или мы занимаемся делом и строим продукты. Инновация вся идет в продукт. Вот мы пошли по первому пути. И этим, собственно, обусловлен выбор стека. Взяли Python, потому что у Python есть адаптеры ко всему, есть библиотеки ко всему. Ну, так, условно, потому что выясняется, что многие вещи отсутствуют. Как ни странно. Даже если взять селлери, там тоже есть проблемы. Хотя большой проект, вроде бы все должно было быть, но нет. Оставляет желать лучше. Ну, как всегда, впрочем. Как всегда, вопрочем. Есть ли кто-то лучше, да? Да, стек взяли стандартный. И, собственно, чтобы быстрее вести эту разработку, нам надо было за 4 месяца по факту выложить продукт, чтобы подцепить крупного бизнес-заказчика. А поскольку это бизнес-то-бизнес, то переговоры идут довольно долго, и продукт надо делать, ну, 2 месяца, чтобы сделать продукт. Вот. За основу мы взяли опенсорсный проект Redash с нет лицензией, так что они не против. И пошли оттуда. Сейчас это все дело переписываем, переделываем. Ну, Turidasha стек Flask, все Flask, SQL Alchemy Flask, Klai Flask и Frontend на JavaScript. Сейчас мы мигрируем на FastAPI. В Frontend мы мигрируем на TypeScript, React TypeScript. Потому что, ну, как бы хочется, чтобы были нормальные проверки при сборке. В общем, от питона этого тоже хочется. Пытаемся получить, что можем, линтерами, MyPy. Ну, как бы, что есть, то есть. Ну, MyPy, надо сказать, довольно-таки неплохо. Да, но ловит не все. А я рекомендую посмотреть в сторону того, что вот Microsoft взрелизило. Майкросовский аналог MyPy называется PyRite, если я не ошибаюсь. Да, PyRite, и он сейчас как раз в последних версиях Visual Studio Code, он уже интегрирован. Так что ты просто ставишь Visual Studio Code, открываешь Python-овский проект, он говорит, «О, Python-овский проект, давай-ка я тебе поставлю Microsoft Python Extensions for Visual Studio Code». Ты говоришь, «Ставь, конечно». И внутрь этого экстеншена сразу приходит PyRite, который, ну, он прям вот так хорош. Хорошо, но как же мой Emax? Visual Studio Code, как говорят опытные вимеры и Emaxеры, это очень годные версии Vima или Emax. Вот буквально несколько дней назад общались с старым Emax, я говорю, я вот 10, там, 12 или 13 лет Vima перешел на Visual Studio Code. Он говорит, «О, да, я тоже там больше 10 лет на Emax сидел, перешел на Visual Studio Code, включил, поставил галочку «Используй кейбиндинги Emax», и из серии все работает». Прям вот, Visual Studio Code очень хороший Emax. Ну, а прости, мы тебя перебили. Вот, ты рассказывал про то, что изначально у вас бэкэнд был на Flask'е, вот, фронт на React'е, сейчас фронт на TypeScript, а бэкэнд, соответственно, на FastAPI. Да, мы сейчас в процессе перехода выпиливаем все по кускам, потому что эндпоинтов много, всего много, мы просто не можем заморозить все на две недели. Никаких там изменений в API и сделать вот этот переход. Вот, поэтому меняем медленно, кусками, потому что там много всего, рейт-лимитера, авторизация, причем там авторизация куки-токена. Все как обычно. Поделись, пожалуйста, что такого тебе дает FastAPI, чего не дает Flask, чем, собственно говоря, вызван переход? Хорошая интеграция, хороший интерфейс, интеграция с педантиком. То есть, во Flask'е есть что? Там есть Flask Restful, например. Который используется в Redash. Проблема номер раз. Смотришь на код, там двойная идентация, потому что класс в классе метод. Двойная идентация тут же не приедет. Хочется от нее избавиться. Ну, конечно, если использовать чистый Flask, можно получить одинарную идентацию. Ну, это так, это дело вкуса. Что интересно, у FastAPI встроена интеграция с педантиком, то есть ставишь аннотации типов и все проверяется, прям так сразу, все хорошо. Да, у них прямо на сайте написано, что мы – это Starlet и Pedantic. Пользуйтесь нами. Да. Мы на надежном технологическом стеке. Все очень удобно, все очень красиво, потому что больше не надо никаких ручных проверок, не надо никаких там простыней из JSON-схемы больших. Вот. И более того, дополнительную валидацию, которая иногда нужна, можно навесить на педантик-модель. Это удобно. Второе – автоматическая генерация документации. Потому что ситуация у нас сейчас такая, что бэкэндеры что-то пишут, потом мы это передаем фронтендерам, говорим, ну вот endpoint, там примерно вот все вот так. Потом Сергей думает, какие же там конкретно типы данных. Ну да, Swagger он решает. Очень хорошо. Swagger решает, да. Там, конечно, есть ряд проблем, которые нам еще предстоит решить в области трансформации типов данных. Ну, это, как всегда, проблема, и в нашем стеке эта проблема проходит насквозь. Потому что разные базы данных, у них разные типы данных. Их надо как-то трансформировать одни в другие перед тем, как это можно использовать. Где-тоенты короткие, где-тоенты подлиннее, где-то они бесконечные. Ну, это, собственно говоря, ваша как раз ценность. Это ценность, это вот ваше то, чем вы наносите пользу бизнеса, как раз то, что вы вот это все делаете. И да, то, что разные типы данных и то, что там есть сложности, это то, что не позволяет решить эту задачу любой компании внутри задней левой ногой по щелчку пальцев. Это, собственно говоря, зачем вы им нужны. Александр, а у вас там только графовые базы или реляционные тоже присутствуют? Ну, конечно, мы используем реляционную для нашего, ну так, основного бэкэнда. То есть там пользователи, организации, вот это вот все. И хранение просто таких рандомных данных. Ну, есть там. Есть какие-то проблемы вот в фастапе по сравнению с фласком? Сталкивались, может, с чем-нибудь таким интересным? Проблемы? Вот то, что предстоит решить с конвертацией данных. Потому что, например, инты, если их просто класть дежессон, как инты, на фронт-энде, они пропарсятся и станут как бы флотами с урезанием точности до 23 значимых бит. И это неприятно. По сути, когда мы первый раз дали нашу систему заказчику, мы смотрим, как она ей пользуется. Нашла там, посмотрела диф, увидела разницу, говорит, о, интересно, надо же. Дай-ка я пойду, найду это в базе. Ищет в базе? Нет. Почему? Потому что primary key int, и он длинный. Стало быть, надо его сериализовать не в int, а в строку, вероятно, а на стороне джаваскрипта что-то с этим делать. Либо надо парсить джессон так, чтобы импортировать этот int в нумерик, но, скорее всего, это нужен отдельный модуль. И, по сути, парсинг джессона на джаваскрипте. Не очень производительный, это некоторое извращение. Потом все парсить в нумерик нельзя, потому что нумерик работает, ну, он плохо работает в джаваскрипте. Это уже advanced задача, то есть большинство, ну, вот, backend-разработчиков, которые я смотрю и так далее, они берут адаптер к базе данных, написанный на Python, там, какой-нибудь IOPG, там, джанговский UREM или DRF чего-то, и говорят, ну, окей, вот у меня, собственно говоря, запрос, и там, если они пишут SQL, они в запросе SQL пишут знак вопроса. Вот, если у них ORM, то они просто оперируют объектами. Дальше они говорят, ну, вот туда идет вот этот вот таймштамп, который, предположим, не NAV, а этот самый, как его, timezone-AV, вот, и дальше это становится полностью головной болью драйвера, то есть как правильно составить запрос, какой там тип данных, куда прицепить этот GMT offset и так далее, то же самое с int-time, float, какими-то там строками, вот, и оно все как-то там крутится. А если это ценность бизнесовая, и которую у вас в основном цикле нужно все правильно показывать на фронте, там, конечно, всплывает, там, эгегейхи. В базах много разных интересных полей. Много. Все так, те же флоты, наны, инфы, плюсы инфы, минусы инфы, все всплывает. Как оказывается, например, постгрени может хранить эти инфы в своем джесуне, потому что драйверсона вообще не поддерживает ни нано, ни инфы. Ну и вот, пожалуйста. Про базы вопрос был такой более приземленный. Я просто помню, что во фласке когда-то мы использовали такой паттерн, когда вешали на вьюхе декоратор, который коммитит транзакцию после выполнения вьюхи. Ну и при этом объект там как-то для работы с базой, там, сессию условно кунтистскую или алхимическую, она пробрасывается как параметр в эту вьюху. А в фастапе так не получится, потому что там все параметры, они валидируются педантиком и валидируются с тем, что пришло в запросе. Соответственно, вот были бы у вас какие-то кейсы, когда вот то, что у вас было написано на фласке, это пришлось прям придумывать, как бы это так на фастапе переписать? Ну да, конечно, оно не работает. Так просто. При том, что этот проект был, ну там все фласк. Знаете, как детские продукты, есть там детская одежда, понятно, нормально, детская еда, ну ничего, нормально, детская каша, детская вата. Зачем детям специально? Вот тут так же. Там все фласк, все с фласком. Объекты выбираются там специальным образом из сиквел-алхимии, там добавочка специальная. Вот это вот все надо исправлять, это все конвертировать. И в целом, пожалуй, я больше люблю, когда все очевидно, то есть когда сессия передается явно. А не когда она лежит там в каком-нибудь тренд-локале, и ты думаешь, кто ей уже попользовался, или что там вообще с ней произошло, и откуда она вообще берется. Как-то транзакция замыкается. В Fast API есть способ инжекции этой сессии, прям в аргументы там dependency injection, всякое такое. Это, в принципе, стандартная штука. Ну и в защиту пайдантика, да, я могу сказать, что так же, как в DRF-ских, к примеру, вот этих вот их сериалайзеров с валидаторами, если твой богатый внутренний мир твоего решения не ложится в прокрус этого ложа, что там по дефолту, можно взять отвертку и немножко подкрутить. Большую отвертку. Большую отвертку, да. Когда ты читаешь документацию к тому же DRF, как подкручивать юзер-профайл, и понимаешь, что у тебя нужно вот это вот заклинание очень-очень правильно сказать, а то бабахать будет вон там, и ничего не работает. Ну, можно. Я подкручивал, ну, часа три-четыре почитать доки, поплакать, нормалек, в пайдантике так же работает. Что-то у нас такое, подписать. Нормально. Нормально. Но проблемы возникают тогда, когда надо несколько вариантов сериализации. И вот там уже надо думать, потому что в пайдантике просто задать, поправить сериализацию для одного кейса, ну, а может быть, мы хотим это в базу складывать, а не фронтенду передавать, и там уже чуть по-другому хочется сериализовать те же самые объекты. Либо надо делать две версии, соответственно, объектов педантика и пользоваться там по выбору. Делаем одно, используем один. Если бы программирование было простым, у нас не было бы в индустрии той ситуации, которая сейчас в индустрии. Не было бы всех этих единорогов, найма наших курсов и всего прочего. Но программирование сложное, программистов нужно гораздо больше, чем их есть. И вот мы все это делаем, и в этом как раз ценность нашей работы. Была бы она сильно проще, ценности было бы сильно меньше. Философская нота. Возвращаясь к вашей смене стека, ты сказал, что Redash — детский проект, или я неправильно поняла? Нет, нет, нет. У меня никакого филания его обидеть не было. Нет, отсылка была к тому, что используются в LASP даже в тех местах. Там все совершенно понятно, почему они так сделали. У них на бэкэнде довольно мало бизнес-логики. То есть сделать запрос в базу данных аналитическую, притащить результаты обратно и показать. А такой вопрос, они, по-моему, только с эластиком работают, или они много чего поддерживают? Редаж вообще почти все. Там куча адаптеров, куча баз данных, почти для всего все есть. И это обуславливает то, что поскольку в бэкэнде не так много логики, можно делать все в фласк, и это неплохо. Но у нас куча селлари-задач, куча вот такого плана логики, и там уже начинаешь думать, окей, у нас 10% или 20% проекта — это API, все остальное, причем тут фласк, и причем тут веб-фреймворки. Справедливо. А планируете обратно в Redash что-нибудь контрибьютить? Сложно, потому что мы практически все переписали. Вопрос снимается естественным образом. Оно им не нужно. Ну, да. Ну, мы на самом деле хотим сконтрибьютить один security fix, нашли в процессе нашего security review, надо это сделать. И еще я хотел спросить, это будет немножко авто, Валентин, останови меня, если я вдруг уползу быстро не в те дебри. Вот Y-комбинатор, а насколько он как акселератор помог вам найти клиента? То есть он делал что-нибудь, чтобы вам помочь? Или из серии, вот вам немножко денег, а дальше и сами все сами? По поводу конкретно поиска клиентов нам дали хороший совет. И в целом это было полезно, ну, так в более глобальном плане. Потому что очень много рассказали про стартапы, как это работает на Западе, как там инвесторы, как вот это вот все взаимодействует, как все завязано. И, по сути, вели нас к тому, чтобы получить инвестирование. Это важно. У нас были менторы, которые давали хорошие дельные советы. Мы там созванивались раз в неделю. Но при этом вот сами они вас с компаниями не знакомили. Мы сконтактировались с несколькими компаниями через наших менторов. Но это как бы числа, по-моему, наших первых клиентов во время Y-комбинейтера мы нашли сами. Ну, Y-комбинейтер и менторы при этом все равно помогают компании искать. Это довольно-таки ценно, потому что вначале тяжело. Когда, например, я спикеров готовлю, я вначале их полностью провожу. То есть я помогу им подать доклад, знакомлюсь с программным комитетом конференции. Если надо, там сижу на созвонах молча, давлю на всех авторитетом и так далее. Вот, то есть чтобы не бросать человека в воду, что может поплывет, а может и не поплывет. Ну, я не знаком с Y-комбинатором изнутри, но я знаком немножко с историями разных усынков снаружи и, скажем так, с проектами, которые выходили из Y-комбинатора. Когда-то увлекался темой стартапов, сам проходил акселератор, правда. Это был чешский, не особо известный акселератор. Вот, ну, там, насколько я знаю, да, у них достаточно большая сеть выпускников, да, с которой ты можешь контактить. И, ну, в принципе, законтачить там выпускного комбинатора не так сложно. Вот мы сейчас сидим с Александром, контачим, да, но само по себе там принадлежность к этому сообществу, оно уже дает какой-то, так сказать, знак, с одной стороны. С другой стороны, наверное, с точки зрения того, что у тебя, опять же, есть этот шильдикой комбинатор, а тебе действительно там помогают с получением инвестиций. А это, в свою очередь, если мы говорим про корпоративных клиентов, может им показать, что этот проект, ну, просуществует какое-то значимое количество времени, скажем так, да, что имеет смысл с ним, в принципе, связываться, да, и что-то делать. Это, мне кажется, вот это на стороне полезно. Но мы ушли действительно в сторону бизнеса. У нас получился, как это, отрывок подкаста про стартапы. Если бы мы делали подкаст про стартапы, как бы это выглядело. Пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы запустили подкаст про стартапы. Кстати, интересная эта тема, действительно. Но возвращаясь к технологиям, Злата, ты у нас главный по технологиям. Я главный по технологиям. Я всегда думала, что Гриша главный по технологиям. Ну, ты пишешь еще кота Гриши. А я главный про людей, спасаю людей от технологий. Ну, я вот какую-то пишу пока еще, я могу рассказать. Какую версию паттерна вы сейчас используете? 3.8. Есть планы по переходу на 3.9, 3.10, использование вот этих вот всех последних горячих фишечек, вроде pattern matching, новых unions, вот это вот все. Пока такой необходимости нет. У нас есть более горячие, поднявающие темы. Справедливо. Со временем перейдем определенно. Насчет pattern matching не уверен. Я так скользь его видел, и что-то оно как-то не очень мне понравилось. Специфическая штука. Да. Вообще, pattern matching, например, в том же Rust или в Haskell, это супер штука. Просто вот реально хочется иметь. Но так как оно было импортировано в питом, ну, так себе. Золота, я тебе перебил. Да. А сколько ты говорил, что вы за два месяца, если я правильно поняла, переписали вот этот продукт? И сколько у вас разработчиков сейчас? Сейчас у нас шесть разработчиков, и мы активно расширяемся. Так что приходите к нам. DataFold.com. Карьер. Не зря компания DataFold является партнером конкретно самоскопайтом.com. Все неспроста. Два месяца – это очень сжатые сроки. Это круто, что вы в шестером смогли... По правде говоря, там сидел один я. А, в те времена сидел ты. Потом мы нашли нашего фронтендера Сергея на полставки. Он начал вести фронтендер-разработку. А сколько человек пошло в Войкомбинатор? Ну, так вот просто интересно. Ну, когда вы шли в Войкомбинатор, сколько у вас было? На нашем потоке. Нет, я имею в виду в вашей команде. Двое. А, ну вот, собственно, два кофаундера, да? То есть фактически как бы... На какой? Ну, стадии MVP, условно говоря, какого-то, минимум viable product. Или еще это было даже меньше того? Ну, как? Мы хотели что-нибудь сделать, стартап. Решили делать его в области аналитики. И потом Глеб говорит, слушай, через три дня закрывается подача в игре комбинатор, давай сделаем какой-нибудь прототип и забросим. Ну, понятно. Мы сделали, забросили, понравилось, пошло. Опять небольшой отрывок подкаста про стартапы ворвался в нашу. Ну, это интересно. Но я думаю, что, да, наверное, я так предполагаю, зацепил, наверное, какой-то ваш бэкграунд, с одной стороны. Ну, и с другой стороны, тема, конечно, и то, что вы смогли показать, что вы можете решить эту достаточно сложную техническую проблему, актуальную для многих компаний сейчас. Насколько я понимаю, вот это зацепило их. Да, все так. На самом деле, ну, это будет опять автопостнотап, что конкретно их сцепило. Так что, не знаю. Ну, давай, скажи пару слов. Нам интересно. По сути, они инвестируют в людей. То есть, если они видят хорошую, технически грамотную команду и видят, что эти ребята смогут выполнить, они понимают, что делают, у них есть возможности и квалификация, тогда они инвестируют. Мы показали такой очень небольшой продукт. Ну, реально, слепили там за один день. Показали. Как бы говорить там особо было не о чем. Вот. У нас с этим взяли. Ну, да. Ну, по моему опыту, мы, конечно, не попали в i-комбинатор, но по моему опыту, когда мы там тоже, условно говоря, шли сперва, там, ну, у нас была идея travel проекта, мы сперва шли с идеей, а потом мы слепили какой-то, ну, такой кривой, косой, ну, прототип. Вот. Ну, там у нас была достаточно, так сказать, сложность в разработке была то, что он был завязан на некоторые API существующих поставщиков, и там была сложность с этим взаимодействием, да, с API. Вот. Но в итоге мы что-то там сделали и смогли показать прототип. Мы заметили, что, конечно, интерес акселераторов поднимается сразу. В разы, если ты идешь хотя бы с каким-то прототипом. Ну, в вашем случае топовый акселератор, в нашем случае, там, такой. Не совсем топовый, но тем не менее. Итак, еще раз отрывок про стартапы. А если вернемся к технике? Да, если вернемся к технике, ты упоминал, что вы используете графовые базы. Да, все так. Используем их для хранения как раз-таки линеджа, потому что вот эта вот связь по зависимости между таблицами, она граф. Предположительно, да. не так. Но, к сожалению, не всегда. Потому что у людей есть цикл. То есть, из одной таблицы получается вторая, из второй получается первая. Такого быть не должно, но что делать? Да, и для хранения мы решили использовать графовую базу Neo4G. Мы посмотрели сначала на Graken, как такую новую модную хайповую базу, потом мы решили пойти с более стабильным решением Neo. по сути, что графовые базы позволяют делать? Хранить графы. Я как раз хотел задать этот вопрос. Я практически не разбираюсь в базах. Ну, ты можешь хранить граф в традиционной реляционной модели, да, просто строчечки, и каждая строчечка это вершина и child, вершина и child, вершина и child, а затем делать к ним какие-то запросы. На собеседованиях графы вообще в списке хранят, и ничего. Что тебе дает графовая база по сравнению с реляционной моделью? Ну, было бы у тебя там каких-нибудь таблиц в несколько миллиардов элементов, но Postgres достаточно быстро по ней запросы делает, учитывая, что там все по индексу, который primary key, какие проблемы-то? Выборки. Выборки, проблемы в основном в выборках. То есть, понятно, все можно написать на Postgre, но когда хочется получить, сказать, что я хочу паттерн вот такой, который состоит из одного объекта данного типа, из другого объекта, из третьего объекта, между ними вот такие вот связи должны. Все, понятно. Можно написать трехэтажный, многоэтажный джойл. Это либо каждый раз придется своим мозгом перекладывать графовую модель в реляционную модель и писать собственный орган. Все понятно. Можно написать транслятор. Или транслятор. А в NeoForge есть, прости, вот всякие какие-то продвинутые алгоритмы поиска по графам там из коробки реализованы? Есть. Прямо из коробки там есть то, что в Postgre, например, было бы рекурсивным селектом, то есть рекурсивным поиском, выбрать кусок графа с переменной длиной пути. Можно. И есть более продвинутые алгоритмы. То есть обойти граф по заданным правилам, собрать все ноды или обойти граф по каким-нибудь другим правилам. Есть еще полезные штуки, которые к графам непосредственно не относятся. Это LUSEN. Мы решили его использовать, чтобы не оставить еще рядом Elasticsearch, потому что это каждый добавленный компонент, он усложняет деплой. Усложнять деплой не хочется, потому что мы и SaaS, и мы он прем, и ладно, там еще мы SaaS и сделаем, но в он прем в кубернет это все тащить. Я понимаю, придется нанимать девопса. Девопс, как известно, это не человек, это методичка. Методичку нанять тяжело, но и все такое. Да, сейчас мы тоже этим занимаемся, потому что при большом количестве клиентов много вопросов. Возникает девопс-план. Да, и возвращаясь к нео, есть еще более продвинутые алгоритмы, типа сделать пейдж-ранг по всему графу, такого плана, но они такие разовые, как бы достать все, положить все. И сама нео 4G, она довольно интересная база. У меня такое ощущение, что ребята пытались написать сторч-движок транзакционный с самого начала, причем который хранит данные в наиболее компактном виде. То есть, если там большая нода, то они разбивают ее и делают из нее связанный список, хранят вот эти кусочки в одной большой таблице. Классика, жанр собеседований. Да, поэтому большие объекты туда не запихнешь, и надо думать, надо думать, как переложить этот граф, который у нас есть в нео, и не убить при этом нео. Там есть еще другие особенности, типа нео хранит всю транзакцию, которую ты собирал в памяти, и только потом выкидывает ее на диск. То есть, в постгре, например, кидаешь, кидаешь, кидаешь в одну и ту же транзакцию. Она никогда не скажет, что out of memory и до свидания. Складывает на диск, это может быть долго, это может быть очень долго, но работает. А в нео нет, надо думать. Надо думать. Ну что, Злата, подводим итог? Ну, слушайте, сложно подвести тут так итог. Прикольно то, что вот вы, ребята, взяли готовый какой-то продукт, ну, типа редаша. то есть, не знаю, для тех, кто не знает, кибану, наверное, все знают. Редаш – это более удобный аналог кибаны. Ну, реально, я бы с удовольствием пользовалась редашем вместо кибана. Дэшборд. На работе. Вот. И круто, что ребята взяли готовый проект, его перепилили и сделали на этом фоне что-то свое. Это прям вот такой интересный опыт, которым не стоит пренебрегать. Короче, не пишите, все с нуля. Да, и мне кажется, что мы не зря, Гриша, спасибо тебе тоже, в том числе за это, не зря затронули тему, так сказать, стартаперства в этом всем. То есть, мне кажется, это тоже отдельная история от того, как, скажем так, вот мы в прошлом выпуске говорили про пэт-проекты, а здесь, ну, не совсем про пэт-проект, но, по сути, наверное, мысль может быть еще и в том, что, возможно, какой-то из ваших пэт-проектов может превратиться в что-то интересное, что может быть интересно даже таким топовым инвесторам в кремниевой долине, как Y-комбинатор. На самом деле, здесь, наверное, важно тоже верить в себя, что называется, что у вас получится и что то, что вы делаете, может быть кому-то интересно и полезно. Так что, друзья, желаю вам всем веры в себя. Приходите на конференцию Moscow Python Conf познакомиться с Александром из компании DataFold, у которой будет стенд на нашей конференции. datafold.com slash careers. Смотрите, вообще возможность поработать в стартапе в стадии, так сказать, его планируемого, я так понимаю, бурного роста, это достаточно интересный опыт, так что всем рекомендую. Вот, с вами был Moscow Python Podcast. Григорий Петров доверял компанию Врон и в английском Moscow Python, Слата Абуховская, тимулирование в английском Moscow Python, я зовут Ольги Наброски, сооснователь Moscow Python, DryLabs и GeekFactor, а в гостях у нас был Александр Морозов из сети компании DataFold. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал, здесь говорят про Python.